всем привет ребята итак вернулись мы из польши и сейчас я в этом коротеньком видео хочу рассказать как мы туда съездили все уже знают что мы получили визу визу в сша на один год поэтому ближайшем времени скорее всего еще мы не решили когда точно но мы собираемся поехать в лос-анджелес потом в орландо короче мы собираемся в отпуск приблизительно месяца на два увидеть моего брата к нему в гости поэтому конечно же я до этого мы собирались в италию но уже какая италия мы летим в америку поэтому а сейчас я хочу кратенько вам рассказать о том как мы съездили вообще в польшу что там по ценам что там интересненького как нас обманул букинг и пытался кстати один из отелей так что все это видео поехали приехали мы в польшу и так как я не знала сколько мы простоем на границе я не заранее не резервировала ничего rnb и у меня не сработал не знаю там скорее всего как-то можно это обойти правило но у меня он не принял мою белорусскую карту раньше можно было я знаю через apple pay оплатить это встроенное приложение в телефонах но в этот раз у меня даже этой функции не было то есть там можно было через paypal оплатить либо через карту и все а 3 уже как бы и не дано поэтому очень обидно конечно но хочу вам сказать что там особо и не было чего выбрать ну то есть все апартаменты которые были они очень дорогие то есть цена мы были приблизительно год назад когда первый раз нам отказали визе тоже в польше тогда мы были дольше дней там тоже с ней снимали через rnb и цена была два раза дешевле ну то есть сейчас все все цены у них поднялись на жилье на вот это посуточное жилье в два раза сняли мы через ну я сняла через booking то есть на первые двое суток как раз до момента как в посольстве интервью было все нормально вот в предыдущем моем видео можете посмотреть вот здесь по всплывашечки будет обзор квартиры но это так называемые апартаменты это где там небольшая площадь до 30 квадратов где есть как бы кровати где есть кухонька небольшая но эти были очень даже неплохие располагались далековато от центра нам надо было идти где-то четыре из половины километра ну то есть есть и плюсы и минусы нам понравилось все было отлично давайте немного по ценам пробежимся так как мы там жили и по деньгам то есть в сутки на жилье мы тратили на двоих пятьдесят долларов это аренда апартаментов на еду за четыре дня у нас ушло 100 долларов ну то есть по 25 по 25 долларов в день цены чем отличаются цены от наших белорусских вот сейчас давайте пройдемся по магазину я как раз вам покажу что есть очень большой выбор всего молочного так как я очень фанат молочки я это люблю но творога допустим я не смогла найти а вообще все молочное она чуть чуть дороже чем беларуси то есть вот смотрите тут йогурты у нас есть вот все все в принципе есть но чуть чуть дороже чем беларуси яйца значительно дороже так как мне каждый день надо съедать несколько яиц как минимум два яйца я купила в три в три раза дороже чем беларуси десяток яиц поэтому да все остальное цены приемлемые хлебобулочные изделия цены такие же как и плюс минус такие же как и в беларуси что по фруктам а вот фрукты фрукты неплохие цены чуть-чуть дешевле чем беларуси но побольше чуть-чуть выбор то есть там уже больше было экзотики которые у нас допустим редко ну как бы у нас она тоже бывает точнее не так она у нас есть всегда больших магазинах однако она всегда очень зеленая то там мы съели попробовали манго там мы съели обязательно на нас потому что я очень люблю ананас и я их покупаю всегда и везде а вот было ли это совсем вкусно нет самые вкусные манго и ананасы я пробовала только в испании в барселоне эти неплохие но и не сказать что прям супер пупер в среднем цены дороже чем беларуси у нас вышли поэтому вот беларуси немного поприятнее потом следующее мы уже сходили получили свою визу конечно же и в этот же день мы уже выселились из наших апартаментов потому что мы были уверены что нам визе откажут и если визе откажут то мы сразу и уезжаем домой однако визу нам дали и и следующее надо было снять еще на два на двое суток на самом деле можно было потом как оказалось на одни потому что нам паспорт выдали на следующий день но на отзывах везде на форумах писали что нет паспорт в течение трех дней поэтому необходимо все-таки время и и в результате я на букинге стала оплачивать как всегда апартаменты следующие у меня деньги списались а букинг так и не подтвердился и все то есть деньги есть а подтверждение того что мы оплатили нет только моя смска из банка что деньги списаны в результате я связалась со службой поддержки ну просила их подтвердить нашу резервацию а они сказали что да да выясняют и через два часа написали что нет они не вы на ней ничего не выяснили не как бы не смогут это подтвердить однако я могу написать запрос о том чтобы деньги мне вернули и обещали в течение 12 дней верну деньги до сегодняшнего момента деньги конечно же еще не вернули не знаю вернут или нет 100 долларов они у меня забрали как раз на следующие двое на суток потом я другим я уже подумал что ну нет эту значит не судьба и другим написала а точнее не написала уже прошла все этапы оплаты и они мне написали что типа ваша оплата в процессе хотя на букинге обычно это сразу происходит и вот тут пошел самое интересное букинг мне пишет что с вашей карты не могут списаться деньги хотя на карте деньги есть и это как раз это с той же карты с которой вы только что списали 100 долларов ладно и они говорят а обновите вашу ну то есть привяжите другую карту тут же мне пишет на букинге прям пишет этот отель куда мы но апартаменты там где снимали снимать собирались и он не тут же пишет о том что типа не обновляйте а никакую этот потому что у вас дважды спишется платеж вот вам линка link это значит ссылка ссылка проходите про нее и платите я сразу прошла по ссылке посмотрела на нее и ну угадайте что там сумма уже совсем не то ну то есть если мне мы собирались платить у нас был платеж в 370 польских злотых ну там пересчете на доллары это около 100 долларов да а а здесь ну дешевле дешевле потому что последний раз мы 97 87 отдали там вы видели если кто смотрел влог вы видели что он бабушат ним бабушат ником поэтому да там чуть дешевле но а линка то есть ссылка пришла на оплату где было 670 злотых ну то есть почти в два раза сфигали в два раза непонятно ну ясное дело я им написал что нет спасибо линк ну ссылка не выглядит внушающий доверие я ничего платить через нее не буду говорит если хотите мы можем прийти и оплатить карты уже на месте отменяйте эту отменять эту как бы транзакцию то есть закрывайте нашу резервацию мы придем прям на место офиса и в офисе оплате я им это написал и тут началось они меня начали в переписке убеждать заплатить все-таки по этой линке я сказала что не ну я им потом один раз ответила что нет и они мне в течение четырех часов просто спамили они мне пишут и пишут и пишут и пишут и пишут там ясно в моем профиле есть адрес почты они мне на почту начали писать они мне начали смс киному на мой номер телефона присылать о том что типа у вас резервация вот вам это ссылка оплатите по этой ну то есть я конечно не знаю может это ссылка правдивая то есть может это реальная организация и все такое но почему там дабы прайс то есть почему там двойная цена для меня непонятно ясное дело я это платить не собиралась потом мы все-таки первое вот это зашли еще раз зарезервировали ну вот этот бабушатник и пошли уже туда и они до 7 часов вечера это было ну начали мы где-то в 12 до 7 часов вечера они мне вот все присылали типа оплатите а потом booking автоматически но если там помог течение четырех часов не приходит оплата он автоматически закрывает эту как бы этот резервацию и все вот так вот имейте ввиду что вот так вот пишут вот так вот пытаются стребовать больше денег за это все и ни в коем случае когда это booking либо rnb не надо переходить на сторонние ссылки не надо ничего оплачивать и и всегда нужно разбираться вот как бы в системе то есть если это booking то переписка только на booking и оплата только через booking потому что в случае чего с booking а можно еще как-то деньги вернуть а вот с оплата с каких-то сторонних сервисов нет вы никогда никакие деньги не вернете более того если у вас на карте лежат деньги они еще могут и все списать поэтому будьте всегда очень осторожны мы конечно же очень рады что мы все-таки съездили что мы все-таки получили визу поэтому подписывайтесь на канал впереди нас ждет приключения поедем сша всем пока